ну ребята вот мы приехали к первому нашему участнику выпуска здесь нам расскажут про страховки и мы посмотрим на куриц а еще здесь шарпей и два кота привет приехали к ветеринару владас у у него в гостях сегодня диана у нее есть всевозможные разрешения на перевозки на она лучше вам сама расскажем пойдем спросим мне кажется тебя в копенгаге не знает любая собака расскажи пожалуйста нашим подписчикам почему так ну во первых я занимаюсь этим много лет очень да потому что я живу здесь здание 17 лет и в принципе я уже приехала с пуделями и но как бы начала потихоньку этим всем интересоваться и делать у меня есть салон по содержанию собак у меня есть гостиница для животных небольшая на 6 собак всего но там как бы такая нова не люкс люкс но как бы когда меньше животных ты можешь за собаками лучше ухаживать у меня есть салон по стрижке собак и вот у меня есть свои собаки померанские шпиц привет приехали к тебе в гости договорились что ты сможешь нам рассказать про страховки потому что у тебя собака и три кошки у тебя есть курочки да так первый вопрос застраховать можно же только домашних животных но по идее да я до домашних животных то есть куриц уже застраховать нельзя нельзя ну то что во первых курица стоит копейки я думаю а во вторых ну да не страхуют куриц смотри вот допустим я завел собачку собачку одну-двух содержание что нужно знать что нужно иметь в виду но давайте начнем со страховок да то есть если у тебя есть животное в дании во-первых она должна быть зарегистрирована в дэнс куху на регистре это обязательно это лоплик да она не может здесь находиться больше чем две недели она потом должна быть зарегистрирована то есть собака находится в дании более двух недель она должна быть зарегистрирована официально в дэнс куху на регистре да это очень легко просто заходишь на сайт иметь там научного тыка просто регистрируешь в интернете в интернете очень легко стоит 145 крон потом у него должна быть ансфорфус и ответственность да как на машину да то есть это если кого-то укусит если кого-то укусит если пришла в гости с собакой она сожрала дорогую обувь там т т т т вот это такая ансфорфус и к константам 240 крон в год да и это вот то что нужно иметь в дании на постоянной основе ну и лучше всего иметь сумки сбоку сыплинг но можно пользоваться хорошим ветеринаром мне кажется что если вот этот страховки на животных она стоит там в районе от 500 до 700 крон и если твои вещи краном стоит вообще очень много если ты будешь эту сумму откладывать ежемесячно то тому моменту когда собачка заболеет тебе не будет дешевле просто вытащить накопление заплатить ну как бы когда ты имеешь много собак конечно же и когда летали самолеты если на что-то случалось собака я улетала куда-нибудь в латвию литву в эстонию там куда угодно и как бы там лечила есть это что-то серьезное конечно мои у моих собак нет страховки по здоровью да потому что это мнение они оплачивать ничего но если собака одна в это в принципе нормально но надо помнить что страховка практически не оплачивает какие-либо проблемы с беременностью и давай обязательно какой-нибудь сэлф риск когда надо будет по-любому платить что-то кажется 10 процентов сэльф риск я честно говоря не знаю да особо до 10 процентов сэльф риск когда ты дать на сам должен что-то заплатить до в основном она покрывает травмы ну или какие-то генетические заболевания а так больше ничего она не покрывает если какие-то роды кесарева там еще что-то это все очень мало страховок они будут там с вами бодаться и они не будут выплачивать деньги мне посоветовала ветеринар наши прикле ну или при клинике для животных до страховка которая называется агрия но там такие есть различные всякие подводные камни на сказал что это самое лучшее все что они там не придираются если там что-то кто-то заболел ну в общем как-то все очень легко и просто пойду я заховала там а дорого стоит страховка страховка стоит вот например на собаку в районе 550 крон в месяц в месяц но это получается 1000 крон это как сэльф рисико то есть если ты первые первые тысячи ты платишь сама потом значит они покрывают но максимальное покрытие всех твоих расходов двадцать три тысячи то есть если у тебя больше какие-то затраты то есть да то ты это делаешь сама можно платить страховку 700 крон тогда без сэльф риска нет будет сэльф-ризико все равно 1000 но вот эта сумма конечно увеличивается два раза то есть там 46 тысяч они те могут предоставить что может быть такого что прям 46 тысяч нужно будет слушать ну ты знаешь это вообще очень дорого в последний раз у нас была такая ситуация что были гости и на следующий день у меня у собаки отнялись ноги оказывается выяснилось что его покормили шоколадным тортом а для собак это вот то же самое что съесть целую пепельницу окурков такое сильное отравление вот это были выходные и за выходные я потратила 9000 вот за один день за три часа не было страховки была страховка но мне вот тоже они не возвращают если это выходные там большие надбавки вот эти надбавки они не возвращают то есть 9000 я получила на тысяч шесть обратно то есть все равно дорого достаточно очень дорого да лучше не попадать на выходные дни вообще лучше не болеть вот да я слышала кстати некоторые люди делают так вот они приобретают животного и сделают специальная конта на собаку и откладывают сами там 550 крон и у них больше набирается за там 78 лет когда начинают они собаки или там да если так посчитать я думаю что больше не так часто болеют да если еще и по 700 складывать каждый месяц это хорошая сумма 700 крон это у нас 100 евро до весомая сумма набирается вот допустим люди собираются переезжать в данию и у них есть свои животные кошечки собачки они это достаточно просто перевести вот ты говоришь если больше двух недель животное находится в дании и надо зарегистрировать если еще что-то обязательное какие-то налоги какие прививки как это происходит что людям надо знать когда они собираются перевозить их в дальнюю но это очень просто потому что нужно исходить из стороны вывоза то есть нужно соблюдать все разрешения то есть посмотреть на при что надо для вывоза из россии и для ввоза соответственно в данию до обычно это две стандартные прививки вакцина на бешенство и 21 день карантин больше ничего не надо чип конечно же европаспорт и так далее в дании же есть какие-то ограничения по количеству животных до в дании в отличие от россии есть очень много ограничений по содержанию животных да во первых когда ты заводишь животное самое первое что надо посмотреть это что в контракте у тебя стоит некоторые твоя недвижимость до в твоей недвижимости в жилье то есть это как комната квартира ну как бы в основ квартирах в квартирах иногда в контрактах стоит что животное держать нельзя например у меня прописано что я могу иметь два небольших животных до 20 килограмм да вот это нужно самое первое что проверить потому что люди приезжающие с россии которые там видели что в квартире содержат по 20 собак здесь такого нельзя делать а если у тебя частный дом ты можешь сколько угодно собак нет в частном доме максимальное количество собак которые ты можешь держать это четыре штуки опять же да опять же если некоторые люди думают что вот они сейчас приют и будет продавать собак и будет так все чудесно и замечательно это не так то есть если у тебя есть ты можешь без за всяких разрешений делать два помета в год если у тебя больше помета в год даже три уже у тебя должен быть зарегистрированный кеннель да то есть клуб какой-то да и у тебя должно быть определенное образование например оптрата уданности да то есть это образование заводчика только конечно у тебя все что можно есть и тогда как бы ты можешь делать больше больше пометов да но в частном доме можно содержать только четыре собаки не больше какие-то условия должны вот у тебя больше же четырех да у меня как бы у меня разрешение терялся на 18 животных да но там очень она какой-то ну а на такое то есть там можно одну большую собаку и например там по весу тоже да ну вот на 18 животных у меня есть разрешение и это разрешение возможно получить только в ланд зоне да то есть это должна должна быть хутор зона это загородный это это хутор должен быть хутор да и максимальная то есть на 280 метров всех соседей будут опрашивать и они как бы говорят они хотят чтобы у тебя там было столько много животных или нет да то есть соседи должны разрешить содержать собак до в таком количестве но вообще как бы чтобы все чтобы понять как бы это все мы начали собаки то ни у кого не надо спрашивать ну в принципе нет если у тебя нет больше пометов в год чем два да если у тебя есть больше пометов и чем 2 хочешь заниматься этим более профессионально тогда нужно это все регистрировать опрашивать соседей а если ты просто завел 4 собачки ты можешь никого не спрашивать просто содержать их у себя да но понимаешь дело в чем дело в том что в дании есть одна единственная организация которая дает все возможные органы она разрешения это государственная организация называется она федераль стульс и вот она дает все разрешения на вот все возможные действия с животными на разрешение на на пансион собак на там большой кеннель на там еще что-то это организация дает разрешение они приходят смотрят проверяют как бы разрешают и потом они проверяют каждый год да то есть они раз в год приходят и проверяют что у тебя там происходит в каком состоянии животные там про это еще есть разрешение вот этим занимаешься еще костяка к этим вот к этому всего у меня два раза в год должен приходить ветеринар давно бумагу мой пенсионный сморит собак у меня есть разрешение на импорт экспорт собак у меня есть разрешение на перевозку животных у меня есть разрешение на у меня там курсы по перевозке животных они тоже специальные все эти разрешения получить возможно И они, конечно, нужно знать датский язык, да, это все возможно получить, и это все платно, да, все платно. То есть каждый, обычно это, вот, например, Овтрата Уденеса, оно, ну, на два дня, такой семинар проводят два дня, они там рассказывают все, т.т. и дают какую-то бумажку, бевиз какую-то дают, да. То есть все, что ты прослушала этот курс. Да, 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 все эти бевизы надо собирать, и это не просто так, это, я потратила на это 15 лет. И мне, честно говоря, мешка обидно, когда приезжают и привозят всяких собак, там, говорят, что вот. Но это все до поры до времени, да. Нелегально? Нелегально, это все нелегально. А сколько стоит такая собачка? Такая собачка стоит примерно в Дании 25 тысяч крон. Ну, это достаточно дорого, я скажу. Ну, это достаточно дорого, но это шоу-класса собаки, да, и как бы, ну, она не может стоить дешево. Она не стоит дешево ни в России, ни в нигде не стоит. А сколько в России такие стоят? Две с половиной, три тысячи евро. Это примерно 15-20, то же самое примерно. Да, столько же это примерно, да. Классно. Ну, и поскольку ты разводишь шпицев, у тебя есть группа на Фейсбуке. Да, я создала группу на Фейсбуке, и эта группа называется Померанин и ДК. В этой группе я выставляю щенков на продажу, ну, как бы, на Фейсбуке нельзя продавать животных. Там обычно есть какая-либо информация о моих собак, наши там достижения, наши походы. И в этой группе, в принципе, я даже помогаю людям привезти хорошего качества животных из России, да, так как у меня есть все разрешения на это, да, я могу привезти и, как бы, беру на себя какую-то гарантию того, что это будет здоровое животное, и могу привезти. Конечно, это не дешево, да, как бы сразу говорю. Собака шоу-класса не может стоить дешевле 2,5 тысяч евро. К этому нужно быть готовым, да, то есть, это такие все расценки, как бы, они и такие по всему миру, да. Спасибо. Да. Подписывайтесь на группу. Еще у тебя есть курочки. Да. Они живут у тебя в клетке, а ты их выпускаешь на улицу? Да. То есть, они свободно могут бегать по территории? Да, они могут свободно после 12, после часа дня. А почему после 12? А потому что у нас в прошлом году появилась такая лиса, которая изучила, что все спят, ну, примерно до этого времени, и она тут 4 курочки у нас украла, стащила. Поэтому мы сделали вывод, что будем выпускать после, во второй половине дня, и она уже здесь не бегает. Чтобы она уже... Ну, как бы, чтобы ничего с ними не случилось, да. Забавно. А у тебя есть петух? Нету. А почему? Потому что в Дании есть такой закон, что ты не можешь просто так приобрести петуха, тебе надо согласие соседей. Потому что он по утрам кричит. Он не только по утрам, он постоянно, наверное, кричит. И мои соседи мне такого разрешения не дали. Поэтому петуха нету. Поэтому курочки, а курочки, это значит домашние яйца? Да. А домашние яйца, это значит еще и удобрение. Правильно. А что еще? Слушай, ну вообще, я покупала их, потому что я увидела... У меня была практика в доме престарелых. Я когда увидела, что вот это вот общение с курами, мы потом посмотрим, выйдем, их надо будет покормить. Но это какая-то прямо терапия, так сказать. Нет, не физика, как это называется, я не помню. Да, ну это как-то антидепрессант, понимаешь? Вот на самом деле я хотел тоже сказать. У меня мама, у нас тоже есть курица в Риге. И недавно завели мини-овечек. И до мини-овечек она употребляла антидепрессанты, потому что есть свои проблемы. После того, как она завела коз, она перестала употреблять любые вот эти препараты. И это как снятие стресса, общение с животными, когда ты за ними ухаживаешь. Я бы даже сказала, ты знаешь, что это даже не то же снятие стресса, оно же вырабатывается у специальной гормоны, там, гормоны радости. И вот когда идет общение с животными, вот эти вот гормоны, как раз они и вырабатываются. И они побеждают гормоны, которые стрессовые. Вот как бы есть такая взаимосвязь с животными. А собак, кошек ты тут покупала или бы ты привозила с собой? Слушай, очень интересно. Собаку я купила здесь, на Юланде. Там специальная семья, которая занимается разведением. Разводит шарпиев? Да, вот именно шарпиев, да. А кошку одну я... Нет, да. Одну я купила в Дании, одну кошку мне привезли с Москвы, а одну кошку с Латвии. А есть разница перевезти животное из Москвы в Данию и из Латвии? У меня подруга привозила мне. Не я занималась, но я занималась помощью... Девочка одна купила собаку в Москве, в каком-то очень знаменитом питомнике. И, значит, я летала за этой собакой. Вот. Разницу, конечно, цена дешевле в 2-3 раза. Вот разница. С Европой привезти? Ну, Европа. Ну, Москва, мы говорим сейчас. Вот с Москвы, допустим... А, ты имеешь в виду цены в Дании и цены в Москве? Да, да, да. И плюс там считается, если ты в каком-то хорошем питомнике покупаешь, то это вот точно классная собака. Породистая. Породистая, да, ничего не случится. То есть их случают... Сводят. Сводят, да. Вот какая может быть проблема? Там, допустим, начинают сводить маму с ребенком или еще что-то. И получается очень плохой ген. Собака живет мало. А их сводят как бы из разных семей. И там точная гарантия, что вообще с твоей собакой... Ну да, там больше собак и, следовательно, там больше перемеси крови, что ли. Да, да. А я имею в виду сложности перевозки животного из-за границы. То есть по-любому нужно какие-то прививки. Значит, надо сделать прививку за месяц до того, как ты полетишь. Ты связываешься с ветеринаром. Там специальная какая-то прививка для перелета. Вот. Но, опять же, на практике, даже здесь в Дании, ты говоришь, вот мне надо лететь. Они говорят, окей, мы поставим задним числом. Это как и в России делается, так и здесь. Но, по идее, если все правильно делать, за месяц ты делаешь специальную прививку. Затем ты проезжаешь в аэропорт за 4 часа до самолета. Ты проходишь специальную комиссию с животным, собакой, кошкой, без разницы. Где тебе там проверяют его чип, что действительно он соответствует, фотография. Ставят штамп. И либо тебе животное подают на руки, если оно соответствует размерам, и ты везешь его с собой в самолете. Либо животное ты садишь в клетку. Вот, например, Доби у меня перелетал в клетке, в багажном отделении. А это еще должны быть специальные самолеты, не каждый самолет. Прямой рейс. Раньше были такие правила, но вот пока эта пандемия случилась, правила были такие, что прямым рейсом ты должна лететь. Понял. Хорошо. Ну, отдельно покупаешь билет на собаку или на животное, которое... Еще такой вопрос. Примерно сколько нужно рассчитывать, на какую сумму надо рассчитывать, если ты заводишь собаку. Ну, вот смотри, допустим, если ты сразу начинаешь, берешь страховку, то страховка может стоить в районе 280-220 крон. Начальная цена. Если потом каким-то макаром думаешь, ну, чего она маленькая, зачем страховать, то потом, конечно, цена возвращается 550, да, где-то. Плюс там еда в районе пакет, вот на такую собаку, которая у меня, пакет еды там 550-600 крон. Это уже 1100. Это месяц? Это месяц. Это самый дешевый вариант. Я, например, для своей собаки покупаю только свежее мясо, потому что у меня аллергенная собака. И свежее мясо, это в месяц около 2000 уходит. Вот сухой корм практически не даю. И как бы вообще советую, если есть возможность, сухой корм не давать, а... А коты? Коты, у них есть тоже коты на сухом корме и на мокром, но консервированной. Им надо раз в неделю давать консервированный. Ты знаешь что? Нет, я не так делаю. Я, например, днем мешаю сухой и мокрый, сухой и мокрый. Вот такого плана. Ну, коты, конечно, дешевле. Не бойся. Им нужно только туалет покупать и... Да, 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 да. Они дешевле, они дешевле, но вот здесь свои прелести, как говорится. А у тебя животные кастрированные? Да, все. Нет, 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 подожди, собака не кастрирована. А все кошки, да. А ты планируешь разводить дальше шерпиев? Очень хочу, очень хочу. Недавно посмотрела интересную передачу про них, что они там чуть ли не одни из лучших такие охранники. И все, я прям загорелась, буду покупать девочку. Вот я своего кота кастрировал, он такой вырос красавец, и люди спрашивают, а можно ли как-то котят? А нет, все. Слушай, ну ты знаешь что? У меня вот одна кошка, вот эта вот, которая тут вокруг нас ходит, я ее приобрела год назад и тоже думала, все, буду сейчас разводить сфинксов, потому что они становятся популярными. Но проблема началась сразу же, как он вырос, 7 месяцев, он начал писать везде. Я именно поэтому и... Да, он начал месить территорию, и до сих пор, потому что я его не вовремя кастрировал, он может где-то вот так вот... На самом деле, даже при том, что у меня кот кастрирован, он чуть-чуть допахнет. То есть, меньше гораздо запах выражен стал, но запах все-таки есть, и нужны средства обязательно, если... Вот у меня кот, он очень чистоплотный, если я за ним не уберу туалет, он придет и напомнит об этом прямо на кровати. Ага. Слушай, ну и у меня тоже бывают такие проблемы, правда, не на кровати, слава богу, но рядышком или на каком-то коврике. Да, да, вот если там какой-то не тот запах, то есть, я думаю, это у всех. Морич, он прям принципиально говорит, ты за мной не заботишься, сам спи в этом. Ну, понятно. Ну, слушай, умная, ну, как он. Слушай, ну давай, сейчас немножко попьем кофе, а потом пойдем покажешь нам курочек. Курочек, давай, с удовольствием. Ты как раз хочешь их покормить? Угу. Ну, как бы у них там тоже есть корм, но я им еще даю такую обычную еду, типа хлеба, там еще что-то, и как раз их можно будет выпустить на улицу. А сколько их было? Слушай, тоже так интересно, изначально их было там 6, потом я докупила, в прошлом году их было 11. Вот, 4 утащили, осталось 7. Это вот про лицу тоже ты сказал? Да, да, да. И сколько 7 куриц тебе приносит яиц? Поскольку 2 курицы, им уже 3 года, а считается самое такое лучшее время для несения яиц, это первые 2 года. Потом они становятся, ну, как бы меньше несут. Поэтому у меня 7 куриц, а 5 яиц в день. А ты уже ела своих куриц? Нет. Нет? Слушай, я боюсь, я не знаю вообще, как поднять руку на это все. У меня первый раз, когда мама закупила себе куриц, она сказала, ты будешь их резать. Да, да. У тебя как раз есть сын, может? Ну, я не думаю. Я думаю, это, да, это я, наверное... Не, ну, как, надо кого-нибудь пригласить будет? Не знаю, короче. Я не знаю. Меня все спрашивают, как, что, чего. По идее надо вот эти 2 курицы, которым уже 3 года, они уже не... Да, что, они кушают просто так. Ну, как-то, я не знаю. Пока еще не решилась. Так, может, мы... Нет, 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 не сегодня. Я должна мыслями собраться. Ну, ты звони. Да, ладно. Я с новостями. Окей, ладно. Буду иметь в виду. Хорошо. Ну что, давай, наверное, пойдем посмотрим на курочек? Пошли. Пойдем. Слушай, хочу тебе рассказать, знаешь, в чем классно иметь куриц? В том, что они едят вообще все. Все, что у тебя осталось... И ты их хлебом. Да, вот у меня остался хлеб, и я тоже, да, их кормлю хлебом. Или вообще любые. Все, что со стола у тебя... Все, что остается. Да, слушаешь, тебе не надо. Вот, пожалуйста, они съедят, причем с удовольствием. Батут у вас тут. Правда, уже... Слушай, батут, его уже сносила пару раз. Надо убирать на самом деле. А еще у вас тут баня стоит? Да. Да. И ты ее сдаешь? Я ее сдаю, да. Сейчас вообще классно все получается, потому что в наше время корона. Корона, да. Антикризисный вариант отдыха. Вообще супер. Пользуется успехом. На ура. Так вот, калиточка? Да, ну тут такая калиточка у меня, как бы это... Они по всей территории бегают? Да, они бегают. Вот я их отпускаю там где-то в час. Сейчас мы их выпустим. Они будут такие довольные. Да, да. А я хочу тебя поймать. Значит, смотри. Оп-оп-оп. Надо крылья. Вот так вот закрывать крылья. Ага. И держать крылышками, чтобы они... Крылышки не поранили свои. О, я хочу, хочу, хочу. Да. Что, свернем тебе шею? Не, не очень хорошая идея. Скажи. А вот еще она. А какая постарше? Вот эта самая старшая. Она самая большая, крупная. Такая полненькая, жверненькая. У меня сейчас такая. Мы тебя съедим. И как ты их кормишь? Просто... Вот смотри. Да, я ставлю, например, вот такие различные кормушки. Они могут там есть. Или они вот любят вообще с рук. Они прям подбегают и начинают. Да, попробуй. Держи. О, ты прям много взял. Смотри, какие они аккуратные. Дербань, деребань хлеб. Ну, клево. Да. Клево-клево. Давай оставим им... А ты просто оставляешь калитку открытой, и они выходят? Да, да, да. Они не убегают? Они... Слушай, они знают свою территорию. Они выходят здесь вокруг. И вечером приходят обратно домой. Поэтому как-то все у них гармонично. Классный у вас домик. А сколько примерно здесь до города? 23 километра. До центра Копенгагена. И это место фарум. Фарум. Чтобы люди знали. Да, да, да. Фарум. И здесь мы вам оставим ссылочку на YouTube. У Маргариты есть свой канал. Ты снимаешь про животных, про куриц. Расскажи, пожалуйста, что люди могут там увидеть? Слушай, там разные приколы. Там приколы с кошками, с собаками. Как они вместе общаются. Дружат, не дружат, ссорятся, дерутся. Как они купаются. Кошки, например. Как им это нравится или не нравится. Как они заходят в курятник. В общем, очень весело. А дружатка ты с куритями? Там интересно. Один кот боится, другой не боится. И вот там у них такие, значит, дележки. А вот тот, который уличный, пушистый. Нет, она не боится. Она их охраняет. Она вообще ходит такая важная, что там типа... А это мои куры. Да, да, да. Все в порядке. Все под контролем. Спасибо большое. Мы поедем дальше. Да, давайте. Сдачи вам. Я смотрю, у тебя есть чайный гриф. Да. Дашь попробовать? Да. Он, правда, немножко кислый, но... А я люблю кислые. Ну ладно, давай-давай. Так. А расскажи нам, как они называются? Эта порода называется померанский шпиц. Очень хорошая порода, легкая в содержании. Не линяет. Ну, как бы не линяет интенсивно. Конечно, у нее есть линька такая годовая. Ты линьку разводишь? Да, я их развожу. У меня их 10 штук на данный момент. Все очень хорошего качества, очень дорогие и очень много разных цветов. То есть, у меня от белого до шоколадного и черного, да. Очень красивые. Хочу рассказать о рисках покупки собак, например, на Украине. Да. Не очень многие знают, что собака с Украины может возиться только в 7-месячном возрасте. Это прям прописано. Это прям щеночек, только в 7 месяцев, да. Потому что это считается как бы третья сторона. Там в этот список входят разные страны. Сербия, по-моему, там еще какие-то страны. И ввозить ее можно только в 7-месячном возрасте. Опять же, если вы пользуетесь услугами якобы лицензированного перевозчика, нужно понимать, что это все незаконно. А перевозчик может везти вот так вот, как бы до 4-х собак. Если у него больше собак, у него должна быть целая куча разрешений. Огромная куча разрешений. Его могут восстановить в Польше, в Германии. Если собаки у него не растаможены, то их просто заберут и усыпят. То есть риск того, что ты не получишь животное, ну где-то 80%. И собак очень много сейчас усыпляют. И очень много как бы... Если ты как бы собаку отправляешь карго на самолет, ее надо растамаживать. Растаможка стоит дорого. А они не рассчитывают... В зависимости от стоимости животного. То есть если у тебя есть инвойс на перевозку животного и покупку, например, на 1000 евро, ты должен заплатить 18% здесь налог на это животное, да, то есть от этого инвойса. И уже как бы там еще... Ну короче, вот мы на днях ввезли 4-х вот этих померанцев прекрасных. И мы заплатили около 1000 евро. За растаможку. А куда вы их привозили? Это из российского питомника, с которым я сотрудничаю. То есть у меня их братья, сестры, у меня почти все собаки оттуда. А как они добирались до Дании? Сейчас же нет прямых перелетов. Мы забирали их в Гамбурге. То есть до Гамбурга... Они летели с самолетом, а мы потом в Гамбург забирали их и 7 часов растамаживали их на таможне. И растаможка была в тот момент, когда они вошли, въехали в европейский союз? Да, да. Собака должна легально въехать на территорию Евросоюза, да. И эти бумаги как бы должны быть, потому что если ты возишь какое-то животное для шоу, например, для еще чего-то, то у тебя просто потом не зарегистрируют ее в клубе. Вот так. Понятно. Супер. Наверное, продолжим с ветеринаром? Да, давай. Ветеринара я очень рекомендую. Мне еще взвесит собачку. Давай как раз взвесим собачку. Вот как раз взвесь мою собачку. Спасибо тебе. Все нормально. Да, да. Мы проводили Диану. У нее классные собачки. Как тебе, кстати, они? Красивые. Да, они такие... О, эти воздушные облачка, которые бегают. Я знаю, ты немножко стесняешься камер, ничего страшного, не переживай, никто тебе кусать не будет. Мы не злые собаки, как моя бывшая жена. Значит, как давно ты в Дании? Я в Дании уже три года. Реально все три года занимаюсь животными. А ты с Литвы? Да. И в Литве ты закончил ветеринарное образование? Да. Это заняло пять с половиной год. Угу. Нет, я работал, просто консультировал людей, но у меня background был больше с экзотистскими животными. И просто очень много об этом узнал и тоже начал с этим работать. Угу. Классно. А у тебя клиенты кто в основном? Педачане, русские и много литовцев. А что еще здесь есть интересного? Здесь еще находится большой зо-магазин, где и крокодилы есть. Одна пара крокодил стоит 50 тысяч. Их можно купить только в паре? Да, только в паре. Угу. А почему так? Это из-за... Как даже сказать? Чтобы они потомство воспроизводили? Или они не могут по отдельности жить? Им нужен контакт как человек? Да, они не могут по отдельности. Они социальны? Да, они социальны. Они должны быть социальны и как лебедь, допустим, если он один, он погибает? Да, это просто психологические болезни будут. И ты когда учился, твоя специализация была по экзотическим животным? Нет, моя специализация была по мелким животным, это коты, собаки. Но когда я приехал сюда, я увидел большую нишу и начал заниматься тоже этим. Супер. А у тебя есть какая-нибудь группа, где люди могут посмотреть про тебя? Это группа в Фейсбуке, называется Влада Сантурова с Дуо Клиник. Вот здесь мы вам покажем ссылочку и внизу будет в описании тоже. Слушай, а давай пойдем посмотрим на этих крокодильчиков и продолжим разговор наверху. Все, пойдем. Я тут заметил весы, интересно, сколько я вешу во всей одежде. 72 грамм, ой, килограмм. Их двое. Их двое. А чем вы их кормите? Кормим мясом, они кушают и куриное мясо, и коровое мясо. А как часто их нужно кормить? Каждый день. Каждый день они кушают? Нет. То есть не раз в год? Нет. Хорошо. Смотри, есть такой вопрос. Я знаю, в Дании есть запрещенные породы. Наверняка это какие-нибудь агрессивные бойцовые собаки. А где можно посмотреть, либо, может, ты сам знаешь, какие именно породы запрещены? Это есть, грубо говоря, я не помню, 14 пород, которые запрещены в Дании. Их можно найти в Данс Кеннел Клабе. То есть есть специальный сайт? Ребята. Сайт в описании. Хорошо. А у вас помимо крокодильчиков есть еще другие животные и выбор достаточно большой. Например, рыбок. Расскажи, какие животные есть еще, а потом мы с тобой пройдемся и посмотрим на них. Есть рыбы, птицы, попагаи, морские свинки, кролики. И, ну, обычно рыбы. Так. Лестницу мы ее принесли сюда? Да. Здесь. То есть надо будет наверх залезть? Да. А где мясо? Мясо наверху. Можешь показать? Да. Сейчас, секунду. Ага. Смотрите. Обычная свинина. Держи. Смотри, они уже готовы кушать. А как ты думаешь? Вот я, как человек, который живет здесь уже 10 лет, замечаю то, что в Дании очень добрые собаки. Вот ты гуляешь, они все как одна добрые и общительные. Почему так? Почему у нас собаки агрессивные, лаят, а здесь все как одна добрые? Просто люди сдают своих собак в специальные клубы, где их обучают, тренируют. И это, конечно, стоит дорого, но никто не хочет иметь собаку, которая лает. То есть ты хочешь сказать, что они просто лучше занимаются собаками? Ну и сама атмосфера здесь позволяет доброте прогрессировать. Да. Размножаться. Супер. Пойдем покажем ребятам, какая тут есть живность в рыбках. Я поражен количеством выбора. То есть я нигде еще не видел в Дании, в Копенгагене такого выбора. То есть по ценам я вижу от 18 и там в большом аквариуме были вот такие огромные по 500 крон рыбки. Ты вообще как? Разбираешься в рыбах? Помогаешь им, если заболели, например? Я просто лечу их. То есть ты мультифункциональный доктор? Да. Как кошечек, так и рыбочек. Вот мне нравятся вот эти мурены. Они прям... Я очень люблю угрей. Я ловлю угрей, я фридайвер. И это самая страшная рыба под водой. Мурена. Класс. Наверное, надо еще показать ребятам то, что есть и другие животные здесь. Пойдем в то помещение. Пойдемте. Вот тут и черепахи, и птички всякие, кролики, морские свинки. Что-нибудь еще сегодня я не заметил? Здесь, допустим, это самый маленький попугай считается в мире. Это вот эти вот, да? А как они называются? Я знаю только просто по-датски. Это спурс попугай. Спурс попугай. Класс. Смотри, я так понимаю, что зоомагазин не твой? Нет. Твоя только ветеринарная клиника снизу? Так. А как ты познакомился? Какое твое отношение? Сперва я начал работать в этом магазине, и я просто консультировал людей. И потом придумал, что надо открыть свою клинику, потому что люди... У них просто было свободное помещение, и ты решил воспользоваться им? Да. А что было до этого там? Обезьян. Обезьяны? Да. То есть здесь еще и продавали обезьян? Да. О, ужас какой. Я родился в год обезьян, меня тут продавали. Хорошо, давай на этом, наверное, закончим, попрощаемся. Но я знаю, ты еще можешь нам дать скидочку, правильно? Да. Какую скидочку мы дали? Да, скидка это будет как и в моей клинике, так и в магазине. Это будет 10% с промокодом... Русо? Русо. Просто говорите, что вы русские, видели этот ролик, и если возник какой-то вопрос, показывайте этот ролик, и вам обязательно сделают 10% скидки. Пока. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...